Рейтинг Здравствуйте, это программа КФУ Итоги недели. Сегодня мы еще затронем тему политики. Не забудем и про науку. Вот о чем мы поговорим сегодня. Мы хотели бы объединить правоведов, органы власти, юридическое сообщество. Право на право. Для чего в Казани собрались ведущие юристы страны и политики. Была разработана уникальная методика педагогами нашего института, института филологии и межкультурной коммуникации. Покорять сердца детей. Кто готов пойти в педагогические классы? Джизакский филиал КФУ готов к открытию. Когда пройдет церемония? Если сравнивать эти два экземпляра, то можно увидеть, что у них разные переплеты и разное качество бумаги. Лучшее справочное издание Российской империи. В чем нынешняя ценность энциклопедии Брокгауза и Ефрона? Право на право есть теперь в Казанском федеральном университете. В КФУ прошел первый Казанский международный юридический форум. На него были приглашены видные российские деятели из области юриспреденции, политики и выдающиеся выпускники вуза, юристы по образованию. Университет не случайно стал инициатором форума. Юридический факультет Казанского университета – один из старейших в России. По уставу 1804 года, подписанному Александром I, нравственно-политическое отделение было одним из четырех учебных отделений, входящих в состав создаваемого университета. Казанская юридическая школа известна по всей России. Университет гордится именами ученых в области гражданского, уголовного и международного права. Это декан и ректор, а позже Казанский губернский прокурор Гавриил Солнцев, российский ученый-правовед Дмитрий Мэйр, русский юрист, депутат Первой Госдумы Габриэль Шершеневич, профессор Давид Фельдман и другие. Тема первого форума «Право на право. Созвучно времени». Как неократно подчеркивали участники, сейчас важно отыскать точки опоры, на которых будет основываться внутренний и международный правопорядок. О чем говорили юристы и политики в нашем репортаже. Традиционный императорский зал Казанского университета становится свидетелем исторических событий. Вот и сейчас в зале происходит история новейшего периода – открытие первого международного юридического форума в Казани. Сегодня начинает работу Первый Казанский международный юридический форум. Наш университет не случайно стал инициатором. Казанская юридическая школа гордится именами своих ученых в области гражданского, уголовного, международного права. Это такие выдающиеся ученые, как Солнцев, Мейер, Шершеневич, Фельдман, Фадкулин, Малков, Решетов. Сегодня важно отыскать точки опоры, на которые будет основываться внутренний и международный правопорядок. И мы хотели бы объединить правоведов, органы власти, юридическое сообщество для выбора экспертных позиций. И актуальные вопросы хотим обсудить на площадке нашего университета. О юридическом сообществе ректор Казанского университета говорит не просто, основываясь на исторических фактах. Он и сам имеет ученую степень юриспруденции, является кандидатом юридических наук. После вступительных слов ректора на трибуне выступил председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухамедшин. В первую очередь он зачитал приветственное слово от президента республики. Республика наша всегда разделяла подобную точку зрения по праву и сейчас готова оказать поддержку Казанскому федеральному университету, его ученым, популяризации и продвижения его величества права. По мнению главы Татарстана Рустама Миниханова, чье послание передал спикер парламента, насыщенная программа мероприятия позволит не только выявить значимые проблемы науки и образования, но и обсудить их с участием многочисленных представителей органов власти и юридического сообщества. Убежден, Казанский международный юридический форум станет одним из главных ежегодных событий в жизни юридического сообщества России и будет способствовать укреплению позиций Казанского приволжского федерального университета. В работе международного форума в Казани приняли участие представители отечественной юридической науки и зарубежных стран. Видные государственные деятели и представители региональных органов власти, профессорско-преподавательский состав, профессиональные юристы, молодые специалисты и студенты. Форум проходил в гибридном формате. Часть выступающих и слушающих принимают участие онлайн. Благодарственное письмо председателя Государственного совета Республики Татарстан. Своё выступление Фарид Мухамедшин завершил награждением начальника татарстанского управления Министерства юстиции России Максима Скирды за многолетний труд и вклад в защиту прав и свобод человека и гражданина. Роль Казанского университета в развитии юридической науки подчеркнул и мэр города. Ильсур Медшин когда-то и сам был выпускником юридического факультета КФУ, а сейчас возглавляет его попечительский совет. Как выпускник юрфака могу с уверенностью и с гордостью сказать, что на факультете работали и продолжают вносить свой весомый вклад в развитие юридических научных школ многие выдающиеся ученые и лучшие специалисты своего дела. С приветственным словом выступили и другие почетные гости юридического форума. Было выражено пожелание плодотворной работы, интересных дискуссий и успеха в дальнейшей работе. После официальной части состоялась церемония награждения медалью и премией имени Дмитрия Мэйера за выдающиеся достижения в области гражданского права. Лауреатом медали за развитие правовой практики стал заместитель президента Российской академии наук Телья Хабриева. И наш форум, позвольте мне его отнести к нашим, тоже займет свое достойное место и станет центром формирования позиции юридического сообщества. Потому что здесь мощная научная школа юридического факультета, есть все возможности современного, при этом классического университета, которые можно использовать, и тесные связи университета с практикой. За развитие правовой науки лауреатом медали и премией имени Мэйера стал заведующий кафедры Уральского государственного юридического университета Владимир Ярков. Хотя я занимаюсь гражданским процессом, а не гражданским правом, но это две отрасли, которые очень тесно связаны. Право на право. Такое название получил первый международный юридический форум в Казани. Тема форума отвечает актуальным вопросам сегодняшних событий. Юристы обсудили вопросы о защите прав граждан и необходимости помощи юристов в непростое время. В связи с санкциями под сомнение поставлены и нормы международного права. Главная цель форума – объединение правоведов, органов власти и юридического сообщества для создания экспертных позиций и решения проблем по актуальным вопросам. И приехало много специалистов, юристов, правозащитников, которые будут принимать участие в обсуждении актуальных вопросов. Вопросы права. Оно так и называется. Этот международный форум – право на право. В сегодняшней обстановке весьма актуальная тема, поскольку защита прав – это задача государства и правовой школы. Как отмечает Фарид Мухамедшин, высокий профессионализм и компетентность Казанской юридической школы проявились в разные годы развития республики. В 90-е годы ученые принимали активное участие в утверждении Конституции Татарстана. Она стала первым правовым документом в новой истории страны. Хочу сказать, что это год 30-летия принятия нашей Конституции. У меня будет уникальная возможность высказать слова признательности правоведам, юристам Казанского университета и нашей республики за участие в подготовке в тяжелых условиях тех лет, когда после распада Советского Союза Российская Федерация вынуждена была принимать свою новую Конституцию. Татарстана тоже Конституция потребовала серьезных изменений. Казанский международный форум посетил полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Борщевский. «Слово «право» имеет два значения. Одно значение «право» как совокупность нормативных актов. То есть «право» вот в библиотеке стоит «право». А второе значение слова «право» – это возможность. Возможность реализовать, возможность взять эти книги, возможность реализовать свое право, прийти в суд, доказать свое право, сослаться на закон, получить консультацию и так далее. Более 400 специалистов из шести стран и свыше 30 городов собрались на площадке форума. Выступления экспертов, открытые панельные дискуссии по злободневным темам, образование, карьера, наука, инновации и бизнес – так прошел форум. Обсуждали эксперты, как в условиях глобальной неопределенности отыскать точки опоры для создания внутреннего и международного правопорядка. Эльвина Минобудинова, Хафиз Гараев, КФУ «Итоги недели». В Миноборнауке России заработала горячая линия по частичной мобилизации. Здесь студенты и сотрудники вузов могут проконсультироваться на темы, связанные с этим процессом. Ежедневно на горячую линию поступают вопросы, связанные с частичной мобилизацией, возникающие у обучающихся в вузах. Наиболее часто задаваемые вопросы и актуальную информацию Миноборнауке превратил в специальные карточки. Материалы в них обновляются постоянно. Так, студенты очной или очно-заочной формы обучения могут узнать, подлежат ли они призыву в рамках мобилизации. Попадают ли в нее люди, которые восстанавливаются в вузе. Что делать аспирантам, находящимся в академическом отпуске. Есть ли отстрочка у тех, кто учится в высших учебных заведениях после среднепрофессиональных организаций. Могут ли быть призваны выпускники военных высших учебных заведений или окончившие военно-учебные центры. Как и кому должны вручать повестку? И что делать, если ее получил студент очного обучения? Горячая линия министерства работает круглосуточно. Номер ее указан на экране. 19 педагогических классов открываются в школах Казани. Проект предпрофессионального образования «Новый педагогический класс» стартовал в столице Татарстана в этом году. Его организаторы – Управление образования Казани и Казанский федеральный университет. В проекте участвуют 25 образовательных организаций. В 21 из них наставником проекта выступает Институт филологии и межкультурной коммуникации. Еще в четырех школах – Институт психологии и образования и Институт международных отношений, а также другие республиканские вузы. Среди участников есть лицеи, гимназии и обычные школы. Уже с 1 октября начнутся занятия по программе «Введение в педагогическую профессию». Более 400 учащихся этих классов собрались на педагогический слет. Педагогические классы открываются и в других районах республики. Напомним, что в Татарстане на начало учебного года определены 160 аналогичных классов. Именно эти выпускники должны стать главными претендентами на целевые места в высших учебных заведениях республики по профилю. Эльвина Минобуддинова познакомилась с теми, кто в будущем готов стать учителем. Наверное, каждый хотя бы раз представлял себя на месте учителя. Требовательным и строгим, или дружелюбным и добрым. Каждый из нас думал, каким бы он был для своих учеников. Мечтал бросить портфель, пенал и вместо них, наконец, взять в руки указку и красную ручку. Пересесть родной школьной скамьи за учительский стол казалось фантастикой. Но и самое настоящее чудо из грез может стать реальностью. Учитель – это не здорово тебя воспитать, а здорово помогает тебе стать профессиональным самым. Стать учителем, будучи еще школьником – такая возможность появилась у татарстанских ребят. Психолого-педагогические классы – новый республиканский проект. 160 школ республики в этом году открыли классы профессионально направленного профиля. Осваивать профессию учителя школьники смогут, начиная уже с 10 класса. И помогать на этом пути им будет Казанский университет. Педагогические классы в городе Казани на данный момент уже сформированы, они уже созданы. И свое обучение они начали уже с 1 сентября. Это обучающиеся 10 классов. И обучение у них будет направлено на то, что помимо обычной общей программы, которую они в школе изучают, также они будут изучать и основу педагогики, и основу психологии. Изучать азы психологии и педагогики ученики будут здесь, в КФУ. Окунуться в атмосферу студенческой жизни поможет Институт филологии и межкультурной коммуникации. В проекте организации педагогических классов институт занимает ключевую роль. Он и разрабатывает программу обучения. Занятия для школьников будут организованы по субботам. Они будут знакомиться с нашими студентами, они будут знакомиться с нашими преподавателями, так как они у них будут вести и лекции, и практики. Помимо этого в нашем институте проходит очень много различных мероприятий. В КФУ проходит очень много олимпиад и конференций, на которых также они знакомятся. Они знакомятся как и с друг с другом, так же они знакомятся и с университетом. И поэтому во все вот эти мероприятия мы их будем привлекать. Мы им будем давать эту возможность понять, какая она университетская жизнь, еще обучаясь в школе. Продумано все и сразу. Для комфортного времяпровождения учеников будут сопровождать кураторы. Это студенты педагогического направления КФУ. На протяжении следующих двух лет, то есть для детей это 10-11 класс, мы будем помогать им в учебе, сопровождать их, заниматься кураторскими делами. И в дальнейшем будем сопровождать их в университете после их, надеемся, поступления. Профиль по подготовке будущих учителей – совместная работа. И цели ее одни – приблизить детей к профессии педагога. Была разработана уникальная методика, не без участия разных институтов КФУ. Для организации реализации вот этого проекта действительно была разработана уникальная методика педагогами нашего института, Института филологии и межкультурной коммуникации, совместно с другими подразделениями нашего Казанского федерального университета. Мы эти кадры готовим не только силами профессорского преподавательского состава Института филологии и межкультурной коммуникации. Эта работа ведется совместно с нашими институтами математики, Институтом международных отношений, с Институтом физики. То есть основную часть дисциплин по профилю ведут ведущие преподаватели профильных наших институтов. Ученики психолого-педагогических классов впервые собрались вместе на педагогическом слете. Здесь встретились все 25 школ Казани. В каждой из них в этом году открылись классы по профилю. Объединены одной областью, но мотивируют каждого своем. Мы выбрали педагогический класс, потому что многие из нас хотят быть учителями. А что касается меня, я хочу быть учителем английского языка, потому что я считаю, что английский язык – это очень перспективное направление. Он понадобится в жизни в любом случае. Я хочу связать свою профессию с детьми. Мне интересно обучение. У меня у самого младший брат. Я хочу в первую очередь и его обучать. Учиться обучать – искусство деятельности преподавателя. Осилить это дано не каждому. Ведь, как говорят, учитель – это не профессия, а призвание. Некоторые преподаватели, так же, как и эти ученики, сделали выбор будущей профессии еще в школе. Алексей Кулагин – учитель истории и общества знания школы номер 119. Когда-то Алексей и сам стал выпускником педагогического класса. После получил образование в КФУ. Алексей – пример того самого ученика, что после школьной скамьи смог сесть за учительский стол. Ни дня не пожалел. С детства хотел. И вот мечта сбылась. Работаю, несу свет знаний, так сказать. Кто сказал, что преподавать можно только в школе? Учитель – это многогранная специальность. Тому пример Матвей Ророха. Ученик психолога педагогического класса. Его цель – стать тренером хоккейной команды. Он уверен, тренер – это такой же педагог, что и в школе. 12 лет занятий хоккеем. И возможная золотая медаль в школе. Для дальнейшей успешной карьеры у Матвея есть все шансы. Тренер же тоже педагог. Он обучает людей играть, детей. Он помогает им тоже сосредоточиться. Совсем как обычный учитель. Только он показывает не предметы в школе, а именно игру в хоккей. То, что знания и навыки педагога необходимы не только в школе, подтвердит и другая ученица 119-й школы. Виктория Васильева в будущем хочет стать вожатой, работать с детьми. И осуществить свою цель она сможет уже сразу после окончания школы. Все выпускники психолого-педагогического класса получают сертификат о возможности быть вожатыми в лагерях. Но пока в приоритете Виктория – окончить школу и поступить в КФУ. Мне очень понравилось КФУ, куда мы будем ходить в классы в дальнейшем. И я хочу продолжить там учиться после 11-го класса. Школе номер 119, где учатся ребята, исполняется в этом году 65 лет. Здесь дети выпускаются уже в четвертом поколении. Директор школы Татьяна Фадеева отмечает, что создание психолого-педагогических классов – уникальная возможность ученикам уже сейчас проникнуть в атмосферу студенчества, приблизить их к профессии, а также решить важную проблему – обеспечение кадров. Мы понимаем, что вот особенно для таких школ, как наша, которые стоят не в центре города, необходимы кадры, которые живут здесь, рядом со школой. Может быть, эту школу заканчивали. И они будут, в принципе, учителями, которые будут работать здесь. Курсы педагогии и психологии будут проходить в стенах Казанского федерального университета. Это тоже приятно осознавать, ребята почувствуют себя старше, ответственнее. И я думаю, что для них это просто достойно – находиться в стенах университета хотя бы раз в неделю и уже готовиться стать студентами этого университета. Приблизить детей к профессии учителя, начать прокладывать дорогу в будущее – главная задача проекта. Наша задача – это мотивировать наших учащихся этих классов на выбор педагогической профессии, а тем самым решить нашу глобальную задачу, которая стоит перед нашим государством. В этом году в республике открылись 160 психолого-педагогических классов. Это более 400 человек. Занятия в Казанском университете для учеников стартуют 1 октября. Эльвина Минабудинова, Хафиз Гараев. КФУ «Итоги недели». В КФУ побывали ревизоры. Кто они? Об этом во второй части программы. Джизакский филиал КФУ готов к открытию. Когда пройдет церемония? Если сравнивать эти два экземпляра, то можно увидеть, что у них разные переплеты и разное качество бумаги. Лучшее справочное издание Российской империи. В чем нынешняя ценность энциклопедии Брокгауза и Эфрона? Ревизор побывал в Казанском федеральном университете. Шоу с таким названием планируют выходить в социальные сети ВКонтакте. Примерный выпуск проекта посвящен КФУ. Ведущие программы ознакомились с инфраструктурой вуза, пообщались с учеными и студентами КФУ. Так, ревизоров вузов проинспектировали институты геологии и нефтегазовых технологий, психологии и образования, филологии межкультурной коммуникации. А также побывали на Универ ТВ. Участники шоу – ведущие вузы страны, реализующие программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Проект инициирован Институтом развития интернета и Миноборнауки России. О том, какие еще события из жизни университета и республики произошли на этой неделе, узнаете из нашего дайджеста. Джизакский филиал КФУ откроется 11 октября. Об этом стало известно в ходе встречи ректора Линара Саферна с директором филиала Азодом Бабамурадовым. Здесь обсудили ряд организационных вопросов – готовность аудитории и общежития филиала к старту учебного сезона, а также уровень материально-технического оснащения лабораторий. Особое внимание было уделено вопросу получения лицензии на право введения образовательной деятельности филиали КФУ в Джизаке в 2022 году. «Ислам в мультикультурном мире» – на эту тему в КФУ прошел специальный форум. Он собрал ведущих зарубежных и отечественных ученых-исламоведов, представителей органов власти, мусульманского сообщества России и Татарстана, российских исламских вузов и мадресе. Здесь обсудили социально-политическую динамику Ближнего Востока и Северной Африки в условиях слома глобального миропорядка и другие темы. «Наш университет получил федеральный статус 12 лет назад и сразу был взят курс на то, чтобы Казань и ее классический университет вновь стали мировыми центрами востоковедения, сломоведения, террикологии, арабистики. И здесь, безусловно, можно согласиться с фразой главы республики Рустам Драгалевич Мениханов, что сегодня Татарстан является своеобразными воротами вхождения в Россию со стороны исламского мира». Линар Сафин стал председателем ученого совета КФУ. Его очередное заседание состоялось на этой неделе. На нем рассмотрели вопросы конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических работников, представление к присвоению ученых званий, выдаче дипломов кандидата и доктора наук в Казанском университете. «Ученым советом в качестве заместителя и председателя совета были избраны Таюрский Дмитрий Альбертович, доктор физико-математический наук, профессор, первый проректор, проректор по научной деятельности. И Хашов Андрей Николаевич, кандидат исторических наук, проректор по административной работе и руководитель аппарата. Если у члена совета нет возражений, предлагаю оставить Дмитрия Альбертовича и Андрея Николаевича заместителями председателя совета». На плечах гигантов. Петр Великий и имперский опыт России в контексте мировой истории. Такой симпозиум прошел в КФУ в рамках Международного исторического форума «Мировые империи и цивилизации». Его участниками стали председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский, министр культуры Татарстана Ирода Юпова и другие. Главными темами обсуждения стали «Византийская империя и история и культура России», «Имперское наследие» до Петровской России, «Империя Степной Евразии» в древности и Средневековье, «Петр Великий и рождение империи». Мне кажется, что очень важно, чтобы вот этим, вот этот взгляд, он был сфокусирован не столько на, скажем, построении государства, хотя это тоже не менее важно, сколько может быть в контексте дня сегодняшнего проанализировать те социальные институты, которые были зарождены, в тот период, и которые, возможно, требуют сегодня перерождения и реновации. В КФУ открылась выставка «Красная линия. Маршрут построен». Она подготовлена второкурсниками Института дизайна и пространственных искусств КФУ совместно со своими преподавателями и художницами Катериной Конюховой и Анастасией Морозовой. Путешествуя по городу, молодые дизайнеры фиксировали архитектуру и элементы городской среды. Это первый наш шаг в формировании креативного кластера Казанского федерального университета. Студентам мы предоставляем возможность вместе с преподавателями, профессионалами формировать свой творческий продукт и внедрять его уже в реальность. Более 150 студентов Казанского университета работали летом вожатыми. Представители студенческих педагогических отрядов организовывали отдых школьников в детских лагерях Татарстана и Краснодарского края. Сегодня мы побеседуем с Камилой Жумаледдиновой, методистом студенческого педагогического отряда «Фрактап». Здравствуйте, Камила! Здравствуйте! Где в этом году работал ваш отряд? Наш отряд работал в этом году в детском оздоровительном лагере «Панда Кэмп» в Краснодарском крае, город Новороссийск. А кто входит в ваш отряд «Фрактап»? Как шел набор в него? В наш отряд входят студенты из различных институтов Казанского федерального университета, а набор ведется в течение года. Мы организуем агитационные мероприятия и встречи, а также ведем информационную работу в социальных сетях. А чем отличался именно ваш лагерь, в котором вы работали? В чем была особенность смены? Ребята из каких регионов там участвовали? Особенность нашего лагеря именно в ярких оригинальных мероприятиях, которые проходят в течение смены. Такие как рок-фест, стрит-дэнс или квест-игра «Гонка героев». Также у ребят есть дополнительная возможность участвовать в кружках и мастер-классах по таким направлениям, как танцы, ораторское мастерство, театральное мастерство, изобразительное искусство и игра на гитаре. А ребята приезжают из совершенно различных регионов России, как Хантамансийский автономный округ, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Вологда и Краснодарский край. В общем, вся Россия, да, можно сказать? А в чем заключается работа вожатых? Как шла подготовка к сменам? Работа вожатым не самая легкая, но определенно очень интересная. Мы планируем и организуем отдых детей, отвечаем за сохранение здоровья детей в течение смены, а также соблюдение режима дня. Чтобы выполнять свою работу хорошо, вожатому необходима определенная подготовка, то есть определенный набор знаний. Поэтому перед тем, как поехать работать в лагерь, кандидатам необходимо пройти школу вожатского мастерства. Она проходит весной абсолютно бесплатно и необходима и обязательно каждому кандидату. А какова ваша роль как методиста в работе отряда? Методист отвечает за ведение документации отряда, также отвечает за подготовку к выезду в лагерь, отвечает за организацию обучения и проведение мероприятий. Летом, помимо должностных обязанностей, методист также отвечает за соблюдение требований охраны труда студентами. Как я понимаю, в работе лагеря принимают участие вожатые с разных отрядов и разных вузов. Как происходит взаимодействие? Действительно, в этом году мы работали с ребятами из разных вузов, студентами из педагогического отряда «Искра», Казанского национального исследовательского технического университета и студентами из отряда «Атмосфера» на Бережно-Телнинском институте КФУ. С ребятами из отряда «Атмосферы» мы работаем вместе уже в течение пяти лет, а вообще с отрядами мы ведем часто совместные мероприятия и спевки еще до лагеря. А кого берут вожатые? Любой ли студент может им стать? Подать заявку в наш отряд может совершенно любой желающий. Но впоследствии у нас проводится собеседование с кандидатами, после которого и определяется основной состав отряда. Это происходит, потому что большой наплыв желающих работать именно вожатыми, и также это связано с особой спецификой работы вожатым. Не каждый готов работать с детьми, а наводящие вопросы от нас на собеседование, они помогают студентам понять, готовы ли они взять на себя такую ответственность. А можно узнать какой-нибудь наводящий вопрос? Ну, например, я хочу стать вожатым, пришел к вам. Какой вопрос можете мне задать? Ну, во-первых, мы спрашиваем, естественно, об опыте работы с детьми. Есть ли у вас младшие братья и сестры, племянники? То есть, если человек никогда не взаимодействовал с детьми, то ему будет тяжело понять, как, в принципе, выстроить диалог с ними. Интересно. А есть ли какие-то критерии оценки работы вожатских отрядов? И есть ли, скажем так, профессиональные конкурсы? И вы же, если они есть, вы же в них участвовали? Ежегодно штаб студенческих отрядов КФУ выявляет лучший отряд штаба. Но участвуют там все отряды штаба, не только педагогические. И, конечно, существуют определенные конкурсы профессиональные для вожатых. Например, это лучший педагогический отряд Республики Татарстан или всероссийские конкурсы про вожатый или Лига вожатых. В этом году наш отряд планирует принять участие в одном из этих конкурсов. А в чем уникальность именно вашего отряда, как вы считаете? Уникальность нашего отряда – это атмосфера, яркие люди, множество разнообразных идей. Это все профрактал. Он основан у нас в 2017 году и с тех пор продолжает радовать детей в каждом лагере. А как вы попали в отряд «Фрактал» и почему он именно так называется? Я узнала о фрактале через социальные сети, и мне сразу хотелось стать его частью и поехать с ребятами летом на море, работать вожатыми. Вообще, что такое фрактал? Фрактал – это математический термин, который обозначает множество самоподобий. И это достаточно метафоричное название, потому что ребята в нашем отряде все уникальные разносторонние личности, которых связывает одна цель – это работа вожатыми с детьми. А ваша будущая профессия, какая она? Может быть, как-то связана с педагогической деятельностью? Я являюсь студенткой третьего курса Института психологии и образования по специальности клиническая психология. И да, моя будущая профессия тесно связана с педагогической деятельностью, так как я хочу работать с детьми в рамках нейропсихологии. Ну и удобно, да? Ты одновременно и учишься, и потом сразу же знания применяешь на практике. Да, на практике действительно удобнее понять лучше психологию детей, научиться с ними входить в доверительный контакт и найти общий язык. Большое вам спасибо и желаем удачи. И вам большое спасибо. Более 4 миллионов фейковых сообщений о порядке проведения частичной мобилизации появилось в сети интернет с 20 сентября. Об этом сообщает сайт Лиги безопасного интернета. Также около 2 миллионов недостоверной информации появилось о референдумах в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Напомним, что с 23 по 27 сентября здесь прошли референдумы о вхождении в состав России. По словам экспертов, большая часть публикаций распространяется с территории Украины, стран Прибалтики и Польши. А мы еще раз напоминаем, узнавать информацию лучше всего из первоисточников. Что также стало определяющим для обсуждения в социальных сетях и интернете, об этом в авторской рубрике моего соведущего Леонида Толчинского. И снова с вами «Смотрите сами». Надо признать, что так называемый украинский кейс обнажил и ряд весьма критических проблем, которые произрастают и в нашей собственной системе образования, в культуре, в том, что мы называем историко-патриотическим воспитанием. Если бы все ограничилось только сбоями в деятельности военных комиссариатов, о чем говорил и президент страны, то все можно было бы отнести к болезненным, но поправимым в коротком промежутке времени проблемам. Но стали всплывать и острые, долгоиграющие провалы, о которых мы, кстати, не раз говорили и в нашей программе. Разве только фейки врагов и путаницы в иных военкоматах вызвали заметный поток беглецов молодого возраста в приграничные страны после объявления частичной мобилизации? Слишком много чести фейкам, если это так. Тут все серьезнее. Тут корни в системах, где ошибки придется преодолевать десятилетиями. Речь идет и об образовании, о культуре и о медиа-ситуации. Очень странно ожидать от людей, из которых на протяжении долгого времени, в том числе и наше государство делало Моргенштернов, выставляя как икону успеха Юру Дудя, знаменитых инстаграмщиц, очень странно ожидать от этих людей того, что они будут Магомедами Нурбагандовыми, который говорил «работайте, братья». Когда дело доходило до того, что лицом питерского экономического форума ведущий банк страны делал слабоумного Даню Милохина, а Первый канал звал его на все свои топовые шоу, что в результате толстым осадком ложилось в мозги юных сограждан. Так шаг за шагом не просто зарождались новые герои нашего времени, но и активно насаждались. Обратите внимание, большинство из тех, кто демонстративно бежит из страны, от этого самого Милохина до режиссера Звягинцева, получали активную поддержку из государевых и окологосударственных финансовых источников. На этом фоне из программ средних школ, возвышенно именуемых сейчас повсеместно лицеями и гимназиями, исчезали одно за другим историко-патриотические произведения русской и советской литературы. Как объяснить молодому человеку природу души жителя Донбасса, если он никогда не читал «Молодую гвардию»? Если любовь Шевцова для молодого человека имя совершенно непонятное, а Ольга Бузова — успешная гордость России. Есть ли пример для подражания не жизнь за родину, а место в топе по подписчикам в Инстаграме? Другой вопрос и в том, кто может все это в головы молодых заранить. Нынешние учителя, большинство из которых родом из 90-х, и сами уже обучавшиеся кое-как и кое-где. Телеканалы, которые даже не в состоянии обновить сетки своего вещания и подстроиться под особенности медиапотребления молодого поколения. Телеграммеры, которые работают по утвержденным сеткам и вроде даже как исполняют госзаказы по влиянию на юное поколение. Но вот вам еще один пример. На неделе президент страны присвоил звание Героя России посмертно члену штаба Молодая Гвардия Третьякевичу за героизм в борьбе с фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Это ведь как раз про Ворошиловград, который сейчас Луганск, про Краснодон, про тех самых людей, что и есть суть души Донбасса. Сколько телеграм-каналов, в том числе оплачиваемых в той или иной форме государством, в которой вроде как читают и просматривают молодые люди, обратили на этот указ внимание. Сколько из них хоть пару слов посвятили Герою Молодой Гвардии? Почти никто. И даже не потому, что они тайно антигосударственные, хотя и такое возможно. Но тут все проще. Эти каналы ведут, как правило, весьма молодые ребята, которые, как и все их сверстники, ничего про Краснодон и Луганск толком не знают. Для них Третьякевич никто. И куда привлекательнее написать о похождениях вдоль казахской границы толпы беглецов, чем вспомнить и напомнить всем, кто здесь читает эти телеграм-каналы, о сути подвига Третьякевича. Я даже не вспоминаю, что на минувшей неделе хитом телеграм-каналов стал скандал вокруг студента журфака МГУ, открыто заявившего о своей поддержке цели специальной военной операции в стенах Госвуза под окнами Кремля и подвергшемуся за это фантастической волне обструкции от собратьев студентов того же ВУЗа. При полном молчании преподавателей. Последние заговорили лишь тогда, когда шум реально стал слышен в Кремле. Двух из многих участников травли отчисли. И знаете, с какой формулировкой? Замат в стенах образовательного учреждения. Увы, но с такой формулировкой можно отчислить каждого второго. А вот про гражданскую позицию, про порядочность студентов-бюджетников главного ВУЗа страны в обосновании отчисления ни слова. Это не в зоне воспитательной работы, по всей видимости. К чему я все это говорю? К тому, что удивляться беглецам-чудикам не сильно-то и стоит. И осуждая их, надо бы вспомнить, сколь много было сделано, чтобы они выросли именно такими. Исправлять ситуацию в головах целого поколения, увы, быстро не получится. Но первый путь к этому самому исправлению – признание всех сделанных ошибок и выработка принципиально новых стратегий работы со знанием юного поколения. Будем следить за этой темой с особым пристрастием. А пока – всем доброго! Человек энциклопедических знаний. Так часто говорят об ученых и людях с интеллектуальными, широкими познаниями в разных областях. Сейчас иметь энциклопедии, научно-популярное справочное издание, не считается обязательным. А ведь когда-то это было даже необходимо. Например, большую или малую советские энциклопедии можно было встретить в квартире почти каждого образованного человека. А ценность еще одного справочного сборника до сих пор высокая. Речь, конечно же, об энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Она издавалась в Санкт-Петербурге. Сборник задумывался в качестве переиздания немецкого аналога. Но в итоге издатели пришли к выводу – необходимо писать оригинальные статьи, дополняя их фактами из российских реалий. Были приглашены ученые того времени, среди которых и химик Дмитрий Менделеев. Это была лучшая универсальная энциклопедия Российской империи. Издание и сейчас представляет собой кладезь культурно-исторической ценности. Амир Ахтямов увидел уникальное издание. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона – это универсальная энциклопедия на русском языке, изданная в Российской империи. Самая крупная дореволюционная русская универсальная энциклопедия, выпущенная акционерным издательством «Обществом Брокгауз и Ефрон», состоит из 86 томов, 82 основных и 4 дополнительных, выходивших в течение 1890-1907 годов. Первые 8 томов до буквы «В» вышли под общей редакцией профессора Андреевского и в основном содержали переводы на русский язык статей знаменитостей немецкой энциклопедии Брокгауза. В научной библиотеке Николая Лобачевского нам подобрали несколько раритетов. Например, первое издание энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Данный экземпляр был выпущен в 1916 и в 1900 году в Санкт-Петербурге. Если сравнивать эти два экземпляра, то можно увидеть, что у них разные переплеты и разное качество бумаги. Энциклопедический словарь начал печататься в двух вариантах. Первый, более роскошный и дорогой, состоял из 41 тома. Второй, с более скромным оформлением, из 82 полутомов. Распив свое дорогостоящее издание на полутома, фирма сделала его более доступным широким слоям читателей, благодаря чему тираж был доведен до рекордного по тому времени 130 тысяч экземпляров. На сегодняшний день энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона является общественным достоянием. Хотя в научно-техническом плане эта энциклопедия уже устарела, но ее многие статьи по-прежнему представляют историческую ценность. Энциклопедический словарь выходил в свет с 1890 по 1904 год. Ежегодно выходили 4-5 томов. Тираж колебался весьма значительно. С 12 тысяч экземпляров в 1890 году до 25 тысяч в 1897 году. Полутома, содержащие обширные комплексные описания России, были изданы тиражом по 35 тысяч экземпляров. Большой по тем временам тираж обуславливал широкое распространение словаря на рынке, несмотря на довольно высокую цену. Амир Ахтямов, Фарид Захид Аглы, КФУ, Итоги недели. Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умрет. Человек, который никогда не читает, переживает только одну. В этом уверен современный американский писатель-фантаст Джордж Мартин. Он известен циклом фэнтези «Песень льда и огня». Большинство это произведение знает как телесериал «Игра престолов». Об этом можно прочитать в современных энциклопедиях. Читайте, узнавайте много интересного. Встретимся через неделю и всего доброго.